С вами Антон Чалей, и этот выпуск я решил сделать более интерактивным и связать свои фокусы с таинственностью серий Gravity Falls. Немного о сюжете самого мультика. Он рассказывает про двух близнецов Мейбл и Диппера, которые приехали отдохнуть в Хижину Чудес. Да, на летние каникулы. Вот, и тут начинается самое-самое интересное, что каждая серия провязана какими-то загадками, и все это собирается в одну мистическую авторию. Еще один такой факт, что некоторые серии вообще не предназначены для детей, они имеют такие странные сцены, что... Может быть именно поэтому нет третьего сезона, но мультик просто шикарный. Все должны, наверное, его посмотреть, кто любит мультипликацию. И я попробую создать своими фокусами эту же атмосферу таинственности, загадки, как в Gravity Falls. Смотрите. В руках у меня ничего нет, кроме карт. Три карты. Король Пик, Пять Черви, Джокер. Берем Пять Черви, которая в середине, и делаем волшебное заклинание с Gravity Falls. И Пять Черви перепрыгивает наверх. Но магия никогда не долговечна, поэтому Пять Черви опять оказывается в середине. Если возьмем Король Пик и точно так же просто положим ее на коробочку, то произойдет волшебное действие. У нас в руках Пять Черви и Джокер, а на коробочке Король Пик. В руках остается же две карты, но Король Пик перелетает. И Пять Черви остается на коробочке. В руках три карты, все честно. Пять Черви, Король Пик и Джокер. Но если перевернуть Джокера и открыть коробочку, коробочку все-таки не пристает, да, ребята, волшебная, взять Пять Черви и положить туда, то карты копируются и становятся две Пять Черви и три Пять Черви. Очень много таких карт. Ну, я уже говорил, что магия недолговечная, поэтому открываем коробочку и у нас остаются обычные настоящие карты. Давайте посмотрим их поближе. Это Король Пик, это Пять Черви и это Джокер. Всем спасибо за просмотр. Ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok